Продолжение следует... 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 Постановление Национального банка Украины... Продолжение следует... Продолжение следует... который касался функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов. Закон окончательно принят законодатель, но для вступления его в силу необходимо, чтобы его подписал Президент. Мнение подписывать или не подписывать в обществе разделились. Инициировал этот закон Национальный банк. Ряд граждан и субъектов электронных платежей возражают против принятия этого закону. Пока вопрос электронных денег в Украине не регулирован, до 70% всех платежей дадается полу-легально. Несколько информаций по состоянию системы расчетов Украины. В целом взят курс на развитие безналичных платежей. Сейчас объем наличных средств в Украине достиг минимального уровня за 10 лет после. Доля наличных средств в общем денежном обороте Украины составила всего 27,9%. По различным подсчетам в различном товарообороте мимо газ проходит 25-31 млрд долларов. При этом в увеличении в канту деталичном около 30-30 млрд. По-моему, по-моему, мина на газу робится на ЧАП. 25-30 млрд долларов. Сегодня в Украине по разных подсчетах в тени обращается в 35-50% национального бизнеса. По-моему, в увеличении в Украине проведущие на экономику в тени обращения в тени обращения в тени обращения. Минимизация этой доли и два линия основных на сегодняшний день задачи как исполнителя, так и законодательной власти Украины. Несколько слов о состоянии и перспективах электронной коммерции в Украине. Удивительно, но 90% онлайн-покупок оплачивается наличными деньгами. Согласно исследованиям, в 2011 году Украина заняла 60-е место по уровню развития электронных платежей среди 62 исследуемых стран. Мы обогнали только Ганту и Нигерию. В то же время растет доверие граждан без наличных платежей. Одночасно развивается зоуфание людей до помощи электронной. Каждая третья оплата в торговых сетях осуществляется электронными картами. Согласно решение оплаты в продаже без наличных работах через карты электронные. Хотя мы знаем, что в Евросоюзе 91% США, 90% в Китае 93,8% без наличных платежей. Интернет-бизнес в Украине. За последние пять лет обороты интернет-магазина выросли в шесть раз. Сегодня этот оборот составляет примерно 2 миллиарда долларов. Еще и около 2 миллиарда долларов есть в обороте интернет-магазина. Сдерживающие факторы заключаются в том, что не так много легальных электронных платежных средств. Глубная проблема и в том, что сочевые розовые программы уже не исчезают, что легальных способов платности электронных. Подсчитано, что если 30% микроплатежей до 1000 евро, перевести в электронный вид, то государство получит дополнительно примерно на 19 миллиардов долларов. При привлечении по крайней мере 30% платности эксплуатации металличной в способ электронный, то принесло бы пањство около 19 миллиардов долларов. Тринадцать процентов. Если мы переводим 50% этих платежей, то государство получает еще один свой бюджет. А в случае, когда мы присутствуем около 50% платности, то государство достает просто других бюджет. Значительная доля от наличного оборота объясняется популярностью нелегального трудоустройства граждан Украины. Люди работают, получают деньги в конверте. Люди достатаю платности свою працю, как домовянно в комбертах. Плюс тедевой оборот листес. И очевидче делание бизнесу в шаре с жителем. Несколько слов о новом законе и перспективе. Этим законом вводится определение понятия электронные деньги. Электронные платежные средства. Электронные платежные средства. Пользователь платежной системы. Мобильные платежные инструменты. Норма закона установлена. Кто может выпускать электронные деньги? По каким правилам должны проводиться операции с электронными деньги? Установлен порядок ведения национальных банков в Украине. Реестр платежных систем и систем расчета в Украине. Урегулирован порядок выпуска и использования электронных денег. Урегулирован порядок выпуска и использования электронных денег. Могут осуществлять исключительно банки. Они должны 100% быть обеспечены реальными деньгами. Электронные деньги в Украине номинированы будут только в гривне. и денежные деньги в Украине. Получено в гривне, международными домами, которыми за собой платежные. Государственной налоговой службе предоставлено право осуществлять контроль за соблюдение порядка проведения наличных товаров за товар и уступки. Проведение 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 наличных товаров СИГУ СТИКЛЕЙ СУПК ОПЕРС Проведение наличных товаров за товар и уступки. и в группе организаций «Сполечные», то есть в региональном журнале, что государство пробует ограничить право своих покупателей на помощь электронной ученики. На сегодня Национальный банк управления оправдывается, что за гражданами остается право оправдывания. Факты свидетельствуют о том, что остановить стихий на развитии электронных денег уже нельзя. Опасения за граждан заключаются в том, что с усилением банковской монополии эти услуги станут дороже. Интересно, что спор между банковскими и небанковскими системами расчета привело к тому, что в Соединенных Штатах заявили крупные торговые сети о создании собственной платежной системы. Чтобы не отдавать до 12% суммы платежей банка. Альбернатьевна? Альбернатьевна. Альбернатьевна. Интересно, чтоvoir. что новая система электронных притяжей и является мультиволюнной. И на многом для великого бизнеса полегающих граждан, что эта система не есть, не есть в основном, для украшения кильков ручных валютов, которые в валютном народе вывезли. Украинская группа не является свободно конвертируемой, поэтому рычу. Международная платежная система виза опубликовала открытое письмо президенту с просьбой не подписывать этот закон в связи с опасностью введения дополнительных монополий в государство. Международная платежная система виза опубликовала открытое письмо президенту Украины, могут не допустить подписания этой уставы, для того, чтобы не допустить установления новой монополизации на рынке ускорбляющей в Украине. Буквально несколько слов об электронных деньгах в Украине. И несколько знаний о том, что электронные деньги в Украине подобны черной деревне. Целый плац бизнеса находится в день и не платят налоги. Легализованы в Украине несколько систем электронных денег. Они относительно ограничены в своих возможностях. Совсем недавно Национальный банк утвердил новую платежную ради банковскую систему Global Money. Она предоставляет широкие возможности оплаты с подтверждением фактов проведенных транзакций. Такая система пропускает широкий спектр устав финансовых. И это, что очень важно, дает подтверждение транзакций, сделанных за помощью этой системы. На сегодняшний день, наряду с легализованными системами, действует множество полулегальных систем. И последняя административная ответственность за нарушение в этой сфере предусматривает различного рода штрафа от 300 долларов до 2500 долларов. Уголовно-правая ответственность сегодня не соответствует положениям нового закона. В такий способ приснился правильная ответственность, не есть приснился на долгоповедности, в долгоповедности, то есть не отсекло уставодавства в этой деятельности. Сегодня в уголовном кодексе предусмотрены два варианта ответственности возможной незаконной деятельности в этой сфере. Первое – это преступление в сфере использования электронно-вычислительных машин, систем, компьютерных сетей и сетей электростанции. Первое – это такое огульное упражнение на злоуживание за упражнение технических особы, систем, систем… Прошу. В случае в сфере использования электронно-вычислительных машин, системы, компьютерных решений, решений, то есть… Ставить радинские упражнения электронных машин, или компьютеров, надо мать еще послужительство в стартовском области. Статья 200 уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за незаконные действия с документами на перевод платежными карточками и иными способами доступа до банковских счетов, оборудований… Скоро у нас 200 уголовного кодекса Украины предусматривает документами, карт, плотничек, злоуживание подпородных вопросов за документами. Этими преступлениями, расследованием этих преступлений, занимаются милиция и налоговая полиция. Милиция, члены полиции и податковая администрация должны заниматься подходовыми преступлениями. Есть более высокого уровня организации, это управление финансовым контролем. Администрация финансового мониторинга, это организация партии высокого режима. После подписания нового закона президента будет организована система органов, обеспечивающих исполнение этого закона. А по подписанию нового устава президента в Бенде забеспечена система створения новой администрации, которая занималась реальцией в этой книге. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.